Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, показываю процесс над сарафаном или платьем в новой технике и в стиле Шанель. Покажу, что у меня уже получилось и расскажу о своих открытиях, о своих удивлениях в какой-то степени, как можно пристроить достаточно дешевую пряжу. Я имею ввиду пряжу махеровую. Итак, наконец-то, наконец-то свершилось. наконец-то то, что мне нравится в рисунке в стиле Шанель. Я давно загорелась этим желанием. Один проект так и не случился. Это проект под названием «Париж по идее Светы Волкодав». Сейчас покажу, что из него получилось. Вот этот проект, который превратился из кейпа и юбки вот в такой шарф. Та же гусиная лапка, но только спицами. Жаккард. И это было в начале, так скажем, опыта моего вязания. И я как-то быстро взялась за жаккард. Но, видимо, не хватило усидчивости. Не знаю, что-то мне помешало. И вот была связана какая-то часть этого проекта. Но в итоге закончилась необычным шарфиком. Есть видео на канале, где я это все демонстрирую. Хочу сказать, что это тоже мне все нравится. И, как всегда, это опять впишется в наш новый образ. Итак, что же я хочу сказать по поводу этого нового проекта. То, что у меня получается. И каковы же мои удивления. Здесь вязалась филейная сетка. Крючок тройка. Я имею в виду в филейной сетке. Пряжа здесь Ализе Классик Файн. И вторая пряжа. Так, вот это Ализе. У меня уже в моточке. И вторая пряжа. Это Троицкая Алиса. Этикетки уже не буду брать. Но я знаю, что в Алисе это 50 на 50. Шерсть и вискоза. Ну, а в этой пряже тоже 50 на 50. Только шерсть и акрил. И вот, значит, я вязала филейную сетку, чередуя ряды. Как все это я делала, есть подробности в ранних видео. И вот руки все чесались и чесались. Заполнить вот, значит, эту сетку вот этой новой техникой, которая называется штопка. Значит, мои хорошие, если у вас есть дешевый акрил... Ой, акрил. Почему я все время хочу сказать акрил? Дешевый махер. Кстати, вот этот махер покупался из журнала МОД. Я выписывала, какую пряжу нужно подобрать. Вот когда собиралась вязать вот этот проект Париж по идее Светы Волкодав. И там по рекомендациям был именно вот этот махер. Это дешевый махер от Янард. Ангора, по-моему, какая-то там. Ангора Голд, по-моему, так называется. Уже у меня ничего не сохранилось. Но я точно знаю, что этот махер я больше, как я тогда думала, не куплю. А сейчас я уже засомневалась. Почему засомневалась? Потому что этот махер меня сейчас и спас. Вот у меня осталось, я так думаю, что здесь грамм 100 белой пряжи. Вот этой махеровой дешевой. И моточек остался черной пряжей. Я повторюсь, что я как раз покупала на этот проект, которому не суждено было родиться. Но пряжа осталась. И сегодня, когда я связала спинку, это уже отвязанная спинка от вот этой вот модели. Ну, конечно же, будет все по-другому. Но идея вообще взята вот из журнала МОД 617. Я решила заполнить вот эту сеточку. Я заполняла, думала, что я буду заполнять такой же пряжей Алиса и добавлю туда черный махер. Попробовала я заполнить одну ячейку и поняла, что это никуда не годится. Я разочаровалась именно вот в заполнении пряжей Алиса вот этих вот ячейк филейной сетки. Смотрелось очень-очень некрасиво. Кроме того, ну, как-то очень фолдили вот эти стежки. Я уже, честно говоря, расстроилась и думала, ну, вот тебе на. Вязала-вязала сетку, неужели так и придется оставить. Хотя ничего страшного, можно было и оставить просто не заполняя, а продолжить фантазию и связать что-то без заполнения вот этих ячеек. Но поскольку сейчас вот эта техника меня просто покорила, она меня завораживает, мне все-таки хотелось заполнить вот эту филейную сетку и связать вот в технике штопка. Так вот, в этой технике использована только махеровая ниточка. То есть, вот эти стежки, вот черного и белого цвета, это только вот этот махер. Дешевый махер. Так, прошу прощения, не то показала. Вот он. То есть, здесь в четыре сложения, также в четыре сложения стежки черного и белого цвета. Вот. И смотрится это вполне-вполне прилично. На мой взгляд, даже вот когда дойдем до стыковки, ой, чуть моточек не упал, для фиксации вот этих вот кончиков, мне даже кажется, что их вообще не придется фиксировать. Потому что махер, ну, настолько классно сидит вот в полотне, что после стирки, я думаю, что он распушится и это вообще высмекиваться не будет. Конечно же, я здесь пройдусь, как я вам вчера в шапке показала, тамбурным швом, чтобы зафиксировать вот эти вот кончики. Но, в общем, я приятно удивлена, что вот с махером как раз-то все и хорошо получилось. Так что, если у вас есть какой-то дешевый махер, колючий, и вы не знаете, вы расстроены, когда-то купили, может быть, что-то связали и колется, и теперь вот осталось, и вы не знаете, куда деть. Девочки, это шанс пристроить вот эту вот пряжу, и причем получить очень шикарную и красивую вещь. Конечно же, сюда можно использовать и дорогой махер. Я не против дорогого махера, я только за такой, как Би-Би-Би, или Дропс, или Ланагата. Но, поскольку у меня осталось, и мне хочется это куда-то впихнуть, что-то сделать красивое, и потом в этой технике я только-только учусь, почему бы мне не набить руку на дешевой пряже. Поверьте, изделие будет смотреться просто-просто шикарно. Так что, это вот мое заключение. Второе мое открытие, девочки, вы посмотрите, что это платье или сарафан будут еще и двусторонними. Вы посмотрите, как выглядит полотно с одной стороны. Вот. И как выглядит полотно с другой стороны. Напишите мне, пожалуйста, какая сторона вам нравится больше. Я, честно говоря, не могу определиться. Я возьму, прислоню это полотно, стану перед зеркалом. Сначала мне нравятся более вот такие выраженные квадратики. Потом переверну. Мне нравится, что здесь как будто безотрывно идет узор. В общем, я не знаю, как мне быть, и что мне делать, и какую сторону мне выбрать. Поэтому, вяжу я очень аккуратно. И, скорее всего, этот сарафан будет двусторонним. Под настроение. То есть, сегодня захотела вот такая сторона, завтра захотела другая сторона. Вы скажете, а как же швы? А швы здесь, дорогие мои, швы здесь будут тоже-тоже очень хитрые. Я сейчас вам покажу, что я вчера уже отвязала. И вы все поймете. Я вчера начала вязать вот эти боковые швы. Я уже рассказывала, как это... Не боковые швы, а боковые вставки, которые будут вставляться с одной и с другой стороны. Но если вот так вот перевернуть. И пришиваться. Так вот, здесь будет вот этот, как это назвать, джинсовый шов. Я уже использовала его в кардигане Восток, когда идет внахлёст и вот таким вот образом сшивается. И тогда у вас получается, что в итоге нет швов. То есть, с одной стороны будет нахлёст, и с другой стороны будет же такой же нахлёст, но в другую сторону. А поскольку я вяжу свою вот эту любимую кромочную с накидом, здесь достаточно красивый край. Он даже, мне кажется, прямо украшает этот край и не требует никакой обработки, то такие швы будут, ну, поистине просто в тему. Поэтому вот такая у меня задумка сделать это платье сарафан просто двусторонним. Обвязка здесь будет, вот здесь вот, если смотреть на картинку, здесь будет просто резинка, ну, чтобы можно было свободно одевать рубашку. То есть, не совсем подмышку, а свободного кроя пройма, так скажем, пройма оверсайз. И тогда вообще всё будет шикарно. Так что, вот такой этот проект. Кстати, вот этот рисунок называется «Гусиные лапки». Вы мне ещё писали, что этот рисунок называется «Пьедепуль». Всё правильно. И «Гусиная лапка» – это тоже правильное название. Ну, для французов, наверное, ближе «Пьедепуль». А для нас, конечно же, легче выговорить узор «Гусиная лапка» или узор «Шанель». Вот такой он интересный. Вот такой он заманчивый. Вот такой он двусторонний. А в этой технике, поверьте, это просто кайф. Девочки, это просто кайф. Ещё что хочу сказать по поводу ваших комментариев. Меня иногда удивляют комментарии ваши. Либо вы невнимательно смотрите, либо вы выборочно смотрите мои ролики, потому что поступают такие комментарии, а как вы будете узнавать длину нити. Девочки, я же вам всё просто вот уже, не знаю, ну, только проглотить за вас осталось то, что я вам даю в роликах. Всё же просто популярно объясняла, как меряю, как заправляю нить, как всё это дело делаю. Смотрите, пожалуйста, ролики. Не обижайтесь на меня, но на такие комментарии я просто отсылаю вам ссылку, где очень чётко и подробно освещен ваш вопрос. Поймите, что у меня тоже время ограничено, и мне не хотелось бы повторять одно и то же, когда уже столько времени потрачено на монтаж ролика, на его создание, и всё-таки, всё равно поступают вот такие комментарии. Ещё забыла сказать ещё про одну штуку. Вот вы видите, здесь как будто выбивается вот эта вот чёрная полоса. Это знаете что? Это значит, я где-то ошиблась. Значит, мне вот с этого момента нужно вот так вот вытащить эту ниточку. Я сейчас одной рукой не смогу. Ну, просто вытащить и переделать. То есть, перезаправить её, потому что вот с этого момента я ошиблась. Ошиблась и уже стал выбиваться вот этот узор. Так что этот таинственный, поистине таинственный узор, он очень интересный, и он ещё заставляет нас внимательно протаскивать нить, внимательно следить, как мы это делаем, ну и не допускает ошибок. Говорит, переделай, здесь ты ошиблась. Что ещё хочу сказать по узору? Смотрите, сколько здесь может быть интерпретаций. Представляете, если заполнить вот эту филейную сетку выборочно, не полностью всё полотно, а какими-то секциями. То есть, где-то заполнить, где-то пропустить, вот допустим, дальше опять заполнить вот таким способом, и можно потом ещё сделать клетку. То есть, изменить направление вот этих стежков в обратную сторону. И у вас получится просто поистине шедевр. Просто шедевр. Столько возможностей у этой техники. ещё важный момент, о котором должна сказать. Вот почему мои ролики нужно смотреть до конца, если вы хотите научиться вязать красиво и аккуратно. И не перевязывать. Конечно, без перевязок не бывает, но всё-таки аккуратность, она достается, так скажем, нелегко. И если я затягиваю ролик, по вашему мнению, то это не просто так. Мои слова не впустую. Вот сейчас расскажу вам об одной детали. Смотрите. Вот этот рисунок. Но нам же надо рассчитать клеточки, чтобы у нас начиналось, допустим, с белого и заканчивалось белым. Чтобы у вас не получилось так, что вы здесь, у вас начало белое, а закончите вы чёрным. И это будет, поверьте, некрасиво, это будет выбиваться из общей картины, красивой картины вашего изделия. И нужно об этом позаботиться заранее. До того, как вы начнёте вывязывать вот эту филейную сетку. Я изначально рассчитала, я знала, что у меня будет чередоваться через ряд, то есть ряд белый, ряд чёрный, ряд белый и ряд чёрный. протяжки вот эти. Поэтому, чтобы закончить ряд так, как он начинается, значит, у вас должно быть, что нечётное количество вот этих квадратиков в филейной сетке. У меня их 43. Поэтому у меня и начало, и с одной и с другой стороны будет симметрия. Так что, имейте это в виду. Потому что заполнять вот это пространство, ну, то есть вот этими стежками, поверьте, ну, занятие утомительное. Это так кажется, что так всё быстро. Но когда сделаешь один ряд, второй ряд, несколько устаёшь. А представляете, вы приходите вот сюда, и у вас получается асимметрия. То есть вам нужно думать какую-то обвязку с одной стороны, и в общем, это будет некрасиво. Поэтому нужно изначально всё продумать и всё рассчитать. Ещё один момент, который немаловажный. У меня вот одна сторона уже обвязана столбиками без накида. То есть здесь столбики, вот вы видите, ещё не обвязаны, здесь обвязаны. Какой важный момент? Если вы вяжете полотно, как у меня, допустим, крючком 3, то обвязку нужно делать обязательно крючком меньше. Я делала обвязку крючком 2,5. Будете делать таким же крючком, у вас вот здесь всё будет фолдить и будет некрасиво. Вот опять же, такой вот как бы незначительный, но, на мой взгляд, немаловажный момент. Так что я вам желаю очень аккуратного вязания. Учитесь, прислушивайтесь. Я тоже вечная ученица. У кого-то я тоже узнаю информацию. И если она действительно ценная и подходит, почему бы её не применить? Сейчас покажу вам просто не знаю, куда это втулить. Покажу вам свою переделанную шапку. Так что, кстати, шапка тоже будет подходить под этот сарафан. Видите, переделала я резинку. Здесь была резинка 1 на 1. В общем, распустила и переделала резинку 2 на 2. Очень тёплая, очень качественная получилась шапочка. Как её вязать, тоже есть на канале. Короче, стремимся к капсульному гардеробу, чтобы это можно было менять к одной вещи, к другой и к третьей. Ну вот, по-моему, всё рассказала да, вот ещё про это не сказала, про боковые части. Значит, я здесь вяжу резиночкой 3 на 1, то есть, 3 лицевые, 1 изнаночная. Начинала вязать на спицах более меньшего размера, потом вот эти маркеры как раз говорят о смене спиц, то есть, на расширение иду. Тут, по-моему, как бы не 2,5 спицы, потом тройка и дальше тоже тройка, но другого производителя. Вот, кстати, спицы от разных производителей тоже отличаются по размерам. Вот, китайская тройка меньше, чем, вот сейчас вяжу на... у нас, кстати, больше, неправильно сказала. Вот здесь, вот маркер был, это были спицы АДИ, вот эти тефлоновые, троечка, которые чулочные. А вот здесь я перешла на тоже на китайские, но уже здесь почему-то тройка больше, чем вот эта АДИ. То есть, от меньшего шла к большему. Очень простой будет в исполнении этот сарафан, но я думаю, что будет очень-очень эффектный. Тем более, с таким интересным рисунком. Не забудьте мне написать, какая сторона вам нравится больше. Очень интересно знать ваше мнение. Ну вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать свой немножечко скучный, может быть, для кого-то ролик, для кого-то может быть интересная информация, для кого-то скажут опять налила воды, но на всех не угодишь. На этом я с вами буду прощаться, всех люблю, обнимаю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok